Жизнь под грифом секретна. Роман Дениса Кривошеева. Пятая серия аудиоверсия. Случай на перевале Дятлова. Девять туристов собрались как-то в поход на гору Атартен в переводе с Манчийского. Называлась-то гора Мертвецов. Внутренности их, то есть внутренности туристов, нашли в трёх километрах от палатки. А сама палатка была проколота чем-то металлическим. Это расследование Хантамансийской прокуратуры. Было бы это дело Хантамансийской прокуратуры, если бы не одно. Но в группе студентов-журналистов, туристов, прошу прощения, был один человек, который не был ни студентом, ни журналистом, ни тем более альпинистом. Он был из главного управления генштаба СССР. Ныне она называется как подразделение группы Министерства обороны. И лично брал этот самый человек сам Рейхстаг вместе с Егоровым и Кантарией. Его звали Егор Дятлов. Да, то есть сам руководитель группы по ходу дела, да. Его труп нашли самым последним. И он фонил радиацией, ну как у вас фонит, когда вы там в Сталкере вылезаете в аномалию. Дело, ну кроме Сова Припяти, дело тут же передали Анатолию Сандальнову, отцу моей матери. Как вы знаете, он работал на КГБ СССР. И его отделу Икс Анатолий засобирался на Урал. Куда ты снова, спросила Маша со Светкой, ну как тогда моя мать была годовалым лишим младенцем. На Урал, там слет библиотека. И я ответил Анатолий, смотри, сказала Маша, моя бабушка, мать моей матери, чтобы ни одной юбки ты пропустил или не пропустил, короче, чтобы ты мне не изменял. Даже и в мыслях не было, бодро ответил наш Толя и захлопнул две квартиры, залез в свой мяс, надавил на газ и поехал, помчался на Урал. Ехал он, ехал, долго ехал, через заснеженные степи и замерзшие луга, так как он доехал до поселка Ивды, что в пяти километрах от Галета Артен. Там его и встретил следователь прокуратуры по особо важным делам Игорь Башмитьев. «Всю информацию мне срочно по этому делу при рукопожатии сразу сказал Анатолий, да, дело такое, девять туристов собрались и учащихся сибирского техникума пошли на гору, и все, нет их, поминай, как звали, что произошло, нифига не понятно, нифига не разберу». Пролонил прокурор Игорь. «Но-но, сказал мой дед, в КГБ СССР разберутся со всякой мерзостью, со всякой пакостью!» Ответил Толя. «Да, дело и прям странное, а надо идти туда, так сказать, на место преступления». На этом, на этот самый перевал. Анатолий, ну вы же умный человек. «Иди сейчас на перевал, в заседе с Угопой, это самоубийство», – сказал Игорь. «Мне сам Андропов приказал!» «Во что бы ты ни стало разобраться!» «Понимаешь, Игорь?» – воскликнул Анатолий и удалился позвонить в ЦК Компартии. В результате чего в Игорь приехал спецвагон. «Да, сказал Толя. Идти туда, чтобы нас убило нечто сверхъестественное – это самоубийство. Но и у нас есть тоже нечто такое сверхъестественное, что прям лох и ах!» С этими словами он открыл дверь спецвагона, и оттуда вышел наш знакомый двухметровый, зеленоглазый, человекоподобный инопланетянин. «Знакомьтесь, сказал Анатолий. Это Алёша! Он из Альфа-Центары! Его корабль разбился на наш аэродром. Теперь он поможет нам в расследовании!» «Шокированный Игорь протянул рукопожатие. Чего вдруг я смогу вам помочь? Я не знаю, что за тварь водится на этой горе подозритель!» Поздоровавшийся со сверхъестественным, сказал Алёша. «С того самого, ответил Анатолий, ещё не забыл ты космическое отродие, что два таких, как ты, бегают по всей матушке России! И мы в КГБ понятия не имеем, что они могут натворить и что нам с этим делать!» «Зачем же так грубо?» – сказал Алёша. «Они вполне мирные, из-за каких-нибудь космоса! Вот именно, космоса, а не Советского Союза!» «Боже, они уже перебетнулись, да, и работают на ЦРУ!» «Ну всё, хватит спорить, в путь сказал Игорь, и они пошли по тому же самому маршруту, до лыжных, естественно, и с автоматом Калашникова на перевес, ну, так за сутки сумели дойти до горы Атарте. Да, вернее сказать, подожди этой самой горы. Алексей им рассказал об устройстве, рассказал во время этой самой прогулки, об устройстве Вселенной, о том, что Иисус Христос тоже был, оказывается, инопланетянином, и о том, что все мировые религии – это способ управления человечеством гуманоидами, но он не при делах, то есть он сам не управляет нашей планетой. И вообще, его планета – довольно мирная раса исследователей. После всех рассказов Анатолий и Игорь быстро уснули, а Лёша остался греться у костра. И их стражей вдруг видят, как деревья начинают вокруг водить хоровод. И оживать, как в этом волосе колец, только еще хуже. То есть они, короче, не разговаривают, но ходят, перемещаются, в общем, жуть. Вдали раздавался, вдали раздавался врыкот. Он быстро приближался, и вдруг хватит Алёшу, и все, и утащил. Кто утащил? Зачем? Непонятно. На утро Анатолий и Игорь проснулись в палатке. И не обнаружили Алёшу. Они начали кричать. Твою мать! Паришельца просрали! На всю тайну нахер они так кричали. Смотри, Анатолий, следы. О, Игорь, точно. Пойдем погиб. Судя по всему, эти следы Алёши увезли силком. Скорее, скорее, и наши герои спринтом помчались вдогонку. Примчались на поляну, усыпанную костями людей. У-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Костями людей усыпаны в виде... Не просто, видите, порядок усыпаны костями... ...человеческого. А... А все в виде черепа! У-х ты, нет! Я обосрался! И... А изо рта этого черепа... Дорожка углубляется в скалы... В таинственную... И Россию, нет! Пещеру! Анатолий и Игорь передернули затворы от калаша и устремились в эту пещеру. Все глубже и глубже они спускались в пещеру. В эту черепную пещеру, где обитал непонятно кто. Но ведь мы знаем, что у них были автоматы калашникова, а это уже что-то. Глядь, Алеша сидит с какой-то бабкой. Да, ну, по виду бабка. Игорь врезался в Анатолия. Ну, они на лыжах, вы понимаете, да? И тот сломал свою лыжню. Знакомьтесь, говорит Алексей. И это знахарка Глафира! Она тут живет давным-давно. Но она меня спасла от монстра. И я тут раздался гигантский рыб. Десяти килограммовый медведь вошел в пещеру. Алеша сказал, это как у вас там называется? А, вспомнил, это же Йети все! Йети! Нежный человек. Не может быть! Сказал Игорь. Нет, может быть! Ответила Глафира. Анатолий и Игорь начали у него стрелять из винтовки. А Алеша скрылся за Глафирой, которая взяла факел и сожгла заживо Еди. Так фахер бросил, так шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш помогут, сказала Алёша. Анатолий, ты всё-таки что-то знаешь? Сказал Анатолий. А ну, колись, что именно? Да ничего, ничего я не знаю, ответил Алёша. Меня похитили, а очнулся у Графиры, которая в пещере развела огонь. Давайте выйдем из пещеры, сказала Графира. Анатолий, Игорь, Алёша вышли из пещеры, но вместо поляны из обугоданных человеческих костей, они вышли на секретный объект Министерства обороны СССР. Объект был заброшен и разрушен какой-то нечеловеческой силой. На этом самом объекте хранились ракеты, предназначенные для испытания биологического оружия в космосе. Так вот, знаете-то вы как? Я вам, так сказать, всё душу распахиваю на объекте секретном КГБ СССР под Байкалом. А вы, значит, оружие против нашей расы собрались делать. Да нет, что ты! Я, нет, я ничего не знал в КААААТОЛИИ. И это не КГБ, а ГРУ. А КГБ и ГРУ были в Советском Союзе конкурирующие организации, как ЧАС ФСБ и СКР. СКР для тех, кто не знает, это следственный комитет. Батих, герои, мы ушли в центральную будку. Смотрите, сказала Глафира, здесь какие-то документы. Ну, как в Сталкере, в Х-8 практически. Ой, и вправду, сказал Анатолий, Алёша взял бумагу с чертежами и сказал, здесь проводились эксперименты по перемещению во времени ОТЭНОХРУ КОСМОПОИСК. Они не знали, что КГБ их опередило. Почему ты напрочь отказываешься контактировать с ГРУ? Спросил Алёшу Анатолий. Ты сидел лет 10 на нашей базе, но давал показания только людям Андропова, то есть КГБистом, то есть Чекистом, а не Ямаева, то есть разведчиком. То есть не просто разведчиком, а военным разведчиком, вы понимаете, да, разницу? В ГРУ нас считают исходным материалом, объектом для научной расширенки. И не более того, а я хочу обидеваться с заданиями и опытов до блага вашей и нашей расам, мир во всей Вселенной, миру мир и т.д. Тут случилась какая-то неудача. Прервал разговор Игорь Глафира, сказала, что пора бы поторапливаться, а то, если есть Снежный человек, то есть один был, которого Глафира сожгла, то обязательно где-нибудь в это время и второй тоже поджидает. Их в лесу, Снежных человек, вообще довольно богомутся, особенно если вы скушаете, как вы понимаете, мухоморы, там вообще придётся вам, я не знаю, отбиваться из пулемёта от них. Тут Алексей обернулся Глафире, и это ложь. Если бы был бы хотя бы один Снежный человек по близости, я бы... Я чувствую ложь людей, сказала Алёша. Тут Анатолий и Игорь наставили Калашникова на эту самую знахарку Глафиру. А ведь и вправду, что забавка-то в горах, так ещё и в пещере в тёмной, где страшно жить, не то что уж выживать. А-а-а, ну признавайся, кто ты! И это ты убила тех самых туристов, которые пошли на гору от Ортен. Ваших туристов убил мой бывший муж, а я хотела их спасти... Неужели вырезалось? Врезали. А я хотела их спасти, на пугах. Вырезала им палатку, чтобы они, ну как бы, стукнули и сбежали. И напугала их, да, чтобы как раз они бежали от этой самой горы куда подальше, в лес. Мой бушенёк не сдает пощады, и берегу кощей бесом мёртвый. А я, баба-яга, костяная нога на ступе хрена и в жопу подлезала. Мне сто двадцать лет. Живу так долго, благодаря отвару шиповника, который вставляет куда лучше, чем грибы. Уж поверьте, где? Ну и где твоя ступа? О, как раз самый интересный момент. Залубался Игорь. Её похитили двое двухметровых людей, пробивавшихся. Здесь они уходили куда-то на юг, то есть поближе к границе Китаю. Вот так вот. Ну, понятное дело, что это были не люди, а пришельцы, которые летели вместе с Алёшей на корабли. Анатолий спросил, почему же вы с Кащеем разбились? Он нашёл себе новую пассию. Толупачью. Называлась она-то Синегурочка. Вот ещё неожиданный поворот и разворот. Причём тут туристы? Спросил Игорь. Глафира Баба-Яга ответила, это были непростые туристы. А охотники из людей до нас на листую нечисть. Всю, Кащей их всех и покромсал. Довольно разговоров сказал Алёша. Где он? Ну, Кащей. Баба-Яга ответила, что грабушники его завербовали. Да, друзья? Гору из СССР было настолько большей организацией, что самого Аж Кащея Бессмертного завербовал к себе служить. Ещё в 30-х годах при Сталине он почему-то Сталин на самом деле богучий, потому что он личную нечисть мог заставить работать на советскую власть. Он на них работал, а потом он потащил силой гипноза ещё и живых туристов на эту самую военную заброшенную базу, где проводились эксперименты и закончился ли неудачи, а что было дальше? Я не знаю, сказал Баба-Яга. Стук, ступы ведь у меня спёрли, украли, скоммунизили. Называйте как хотите, но, конечно, ступы у Бабы-Яга нет и по сей день. И это факт. А смыслите это, друзья, но мы продолжим. Куда всё пропало, сказал Игорь. Анатолий ответил, что... Куда пропали туристы, скажу, сказал Игорь. Анатолий ответил, что туристов использовали для опытов по перевещению. Во времени, когда они переместились в прошлое, судя по документам, то их кости скачились, и они погибли. А перемещали их... Фу... Перемещали их, как вы понимаете, во времена... Да... Съептого же Сталина. Нет, даже не Сталина, Ленина. Жало-таки, всё-таки, разгарать пожара мирового коммунизма не только в Восточной и в Центральной Европе, но и там. То есть, там вы знаете где? Короче, в США. Но ничего не получилось. Ведь там тоже братья Винчестеры и их отцы дремали, что называется, ну вы понимаете, да? Вот такая подоплека, вот такой вот плавок. А граушников, а туда они еще не очень хорошо переместились во времени. Это вам не как в Терминаторе, где все-таки можно голым переместиться. А когда ты переместился на Урале во времени, то твои косточки твою кожу скручивают в бараний урок. Аномалия уракская. Так что вот так вот. Страшно, слушайте, страшно на Урале жить. Это уже вообще полный. Я извиняюсь. Твои кости скручились и они погибли. А граушники напугали они однополчанин. То есть, короче, Алеша, короче, приехали, Алеша, напугали граушников, которые случайно тоже, короче, примесились во времени. Ну, и случайно пробегали мимо. Но почему же на юг, почему они шли на юг в сторону Китая? Непонятно. Ты ничего не хочешь сказать, Алеша? Нет. Мне надо идти по их следу. Но вам я не скажу. Это дела личные, можно сказать, односторонние дела Альфа-Центавровца с Альфа-Центавровцем. А вы, дружки, в наши разборки не лезьте. Как еще есть корабли пришельцев помимо вашего здесь, в Советском Союзе? Отвечай, Алеша, сказал Толя. Да, ответил Алеша, и немало. Так вот, почему ты следил на нашей секретной базе, ага, боялся мести своих. ты за то, ну там, месяц за то, что передал людишкам ценную информацию, как вы помните с предыдущих частей моего романа. Ты на уши, ты на уши, на пора летел в космос сюда. А, ты сбежал, короче, космического суда, спросил Алеша, спросил Толя Алешу. Да, ответил Алеша, но я не могу вам всего рассказывать, короче, Алеша был не просто пришельцем, не просто исследователем, а сидел в межгалактической тюрьме на планете Центавра. Сказал, иначе я буду, если я вам что-то скажу про мои внутренние усовнические, политические, короче, про внутреннюю борьбу с самих альфа-центавровцами, то буду убит своими. И все, и с Патрахаби, короче. Я хочу лишь покидуть эту злощашную планету под именем земля, где много крови, и НОСИЯ! А больше ничего. Что делать с Кошеем? Сказал Игорь Клафира сказал Атоле, и ты его, этого людоеда пригласил. Да. Ты, так, Клафир, как же, сказал Атоле, моему дедушку, ты его, этого самого Кащея это пригласил на пенек, на свидание, то есть, то есть, Толя сказал Глафире, чтобы она пригласила своего бывшего мужа, да пенек на свидание, а у сказочных героев пенек это что-то вроде дорогущего ресторана. Да. А мы этого гада пристрелим. хорошо сказал баба-яга, но вы дажды отпустить Алешу к своим. Он выполняет особо важную миссию в пределах вселенной. Я не просто баба-яга, поверьте мне. А я бабка истовидящая, ну как ванга. И так лучше будет для всей цивилизации человеческой расы. Ну и пришлось короче Алешу отпустить. Ну а Алеш, собственно говоря, там попрощался с Тулей и по плечу к лоту и ушел искать своих на юг поближе китайской границе и даже за пределами Советского Союза. Но об этом в следующей части, а пока корабль, пока он искал корабль для отбытия земли. Тем временем Глафира вызвало с помощью лесного знаменитого крика АУ! АУ! Каще Каще сказал да обернись и Анатолий Сыгорев вышли из землянки ну такие не просто землянки а секретного схрона. Короче, сделали засаду и вышли с Калашами. Кощей подал руки, ну, так что, по этому делу не хотел убирать, и сказал, что смерть туристов, на самом деле, это на совести Бабы-Яга, бабушки Глафиры, как она сама любит, чтобы её так называли, а не как в русских сказках. Она не хотела их, так вот, она, то есть группу туристов, гетловцев, Бабы-Яга, я на полном серьёзе утверждаю, хотела свалить в чане, а тут, хотела, и тут, в этот самый момент, в соседние ели, с двух елей спустились ещё одна засада, не засада кагепистов, а засада этих самых грушников спецназов. И ножом, короче, приставили горло у нож бабушки Глафиры, Бабы-Яги и Кощей Бессмертному, и их вот так вот порезали в веды, порезали в сухожилия, короче, выполнили рукопашный бой с ними, в ходе которого и Бабы-Яга, и Кощей Бессмертный навсегда погибли, вот так вот. Да. 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 Вот так вот, с целью банда такого были, то есть КГБисты и генпрокуроры были прибанкой, даже сам Адропов не знал об операции, о ней только знал сам непосредственно Леонид Ильич Брежнев, который общался с Анатолием в предыдущей серии. А туристы, что с ними все-таки случилось? Спросил Игорь. Их расследили те самые пришельцы, которых искал Алеша. В Тайгену так и не дошел, и был возраст, пятидаюк королица Китая. Где, кстати, они, спросили ГРУшники, его дедушку КГБиста? Не знаю, ответил Анатолий, смущенный. Он не доверял ГРУ. Ну, потому что они были конкурентами, разведчики, потому что прекрасно понимал, что раз уж они завербовали самого никого-нибудь Акафей Бессмертного, то могли и вербадуть Алешу вступить в Апсалон с контакт с пришельцами, которые потерпели крушение в Советском Союзе. Абы чекисты, так вот думал, остались с носом, не бывать этого никогда, то есть не бывать тому, чтобы чекисты оставались с носом в Советском Союзе, у нас тоже должен быть козырь в рукаве. И с этой мыслью он вернулся обратно к себе в штаб, в Куйбышев, в областную библиотеку. Конец пятой истории.